Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы выводим на чистую воду возможно самый дешевый смартфон на 888 плюс драконе. Да, вот мы и добрались до имбы за плюс-минус 300 баксов. Moto Edge S30, аппарат получил 144 герцовую матрицу, аккумулятор на 5000 мАч, от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти, а также, как я уже сказал выше, топовый 888 плюс дракон. В целом за свои деньги напичка просто шикарная, но вот как он покажет себя в бою, сейчас мы с вами и узнаем. Разумеется, все самые лучшие цены, что мне удалось раскопать на этот аппарат, вы всегда найдете в описании под этим видео. Ну и ребят, как всегда, большущая к вам просьба, если вам нравятся подобные тесты, пожалуйста, не проматывайте, а досмотрите это видео до конца, это действительно очень важно для создания подобных роликов дальше. Ну а ваши лайки и комментарии всегда добавляют дополнительной мотивации. Активировав все улучшайки и бустеры, мы по нашей уже доброй традиции врываемся в девятый асфальт, который, как и не старался, но не смог напрячь нашего героя. Игралось максимально комфортно, даже без намека на подлагивание. Но вот по-настоящему почувствовать все прелести от 144 герцового экрана мы сможем уже в Real Racing 3. Игра без ограничения от разработчиков, и наш герой без труда упирается разве что в свои собственные лимиты по герцовке. Игралось максимально плавно и комфортно. А вот в CarX Drift Racing 2 какая-то засада. Как будто мы наткнулись на какую-то невидимую стену из лока FPS. Так, при смене настроек ситуация не менялась. Да и сам смартфон был холодный. В общем, надо немного пошаманить и разобраться с этим вопросом в ближайшем будущем. В CSR 2 все всегда стабильно с лимитами в 60 FPS. ДБД, Last Time of Survival, Bright Memory, Pascal Vajer и Warface. Опять же, пак игр, который в который раз тупо упирается в лимиты от разработчиков на любом смартфоне. Так что тут наш герой опять же особо и не напрягался и старался выдавать им максимально комфортный для этого уровня видеоряд. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Shadowgun Legends для ценителей высокогерцовки будет играбелен, разве что на низких настройках графики. На высоких, не спорю, геймплей все еще остается плавным и комфортным, но уже в пределах классических значений. Зато Modern Combat VS на ультрах катаются прям очень позитивно. Для упора в 144 FPS опять же рекомендую снизить настройки, но даже на ультрах тут можно играть без проблем. Standoff почему-то начал конфликтовать с моими системами VVD FPS, а встроенный генератор рандомных чисел, который в нашем случае тупо оперся в 144 кадра, меня никогда не устраивал. Поэтому все же пришлось подключиться к ПК и смотреть расширенную статистику, но в целом опасения были ложные, смартфон с игрой справился на отлично с минимальными просадками, как в принципе Critical Ops показал отличный результат. Free Fire все опять же максимально стабильно на любых настройках. Колда, к сожалению, не дала поиграться в 90 FPS на средних мультики, так что довольствуемся максималочками с тотальным упором в 60 кадров при любых настройках. Продолжение следует... Побжи также ожидала засада в виде 60 нанородных, но такое мы уже проходили и не раз. Думаю, со временем производитель добавит поддержку 90 кадров, тем более, как видите, смартфон прекрасно справляется с игрой даже на данных настройках. Это видно после разлочки FPS. Играется максимально комфортно с минимальными просадками, даже через продолжительное время. Ситуация на Ultra с разлоком в 90 FPS, ну, немножко похуже, но все равно с пубжиком у смартфона нет никаких проблем. Играет музыка. 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 Как и с новоиспечённым NewState, тут можно смело выкручивать все настройки на максимум, смартфон справляется с игрой хорошо, лишь иногда проскакивают небольшие просадки и статоры, которые свойственны и другим топовым девайсам. Зато фортик даёт разгуляться по максимуму, из коробки даёт таки поставить 60 фпс, правда что на низких, что на высоких, как всегда любят и порадовать под фризами статорами, тут они никого не удивили, в целом на низких играется ещё комфортно. Аиркан Эпики как всегда может похвастаться только стандартной тридцаткой. Мортал опять же стабильно крутился около 130 фпс в битвах и так же стабильно как и везде подфризывал и просаживался в фаталити, правда в случае с нашим героем это ощущалось не сильно. PS 2021, Lineage 2 и Black Desert опять же идут в рамках лимитов от разработчиков, ни с одной игрой проблем не было, однако смартфон явно мог бы больше. НОВ ДЫШЕМ Зато Mobile Legends из коробки даёт выставить режим 120 Гц. Даже на максималках игралось, опять же, крайне комфортно. Лига Легенд, к сожалению, с коробки даёт покататься только при 60 кадрах, но после разблокировки также спокойно, не напрягаясь, идёт и под 120 FPS, но с небольшими просадками. А вот Genshin Impact на ультрах немного доосадил нашего героя, правда только в замесах. И опять же, если сильно не придираться, то в бою, быть может, вы эти просадки не заметите, но всё же для максимального комфорта я советую немного допоколдовать с настройками, но результаты всё равно в целом неплохие. Чего не скажешь о Crossout Mobile. Настройки, разумеется, максимальные, и смартфон в очередной раз соткнулся в какую-то невидимую стену. Так, и нагрева-то особого не было, и даже на минималках был схожий FPS, возможно, вопрос в оптимизации. Повторюсь, что на минималках, что на максималках средний FPS был одинаковый, около 70 кадров. Будем разбираться. Ну и, конечно же, World of Tanks на максималках в 120 FPS. В целом, игралось крайне комфортно, даже в продолжительных игровых сессиях. Просадки до сотни были крайне редким явлением, да и без счётчика вы их, наверное, вовсе бы не заметили. Ну а средний FPS всегда держался около 110, так что зачёт. Что ж, дорогие друзья, в целом наш сегодняшний герой, как вы сами видели, показал себя достойно. Были, конечно, у него некоторые странности, но в целом Moto Edge S30 подтвердил своё звание самого мощного смартфона за свои деньги на данный момент. Ну или одного из, уж точно. И если вы хотите почувствовать все прелести высокой герцовки на высоких, а в некоторых играх даже на максимальных настройках графики, я могу смело рекомендовать его к покупке. Не спорю, на том же Nubia Red Magic 6s Pro реализация 888 плюс дракона всё же получше, и в некоторых играх он будет немного обходить нашего сегодняшнего героя. Но стоит он несколько подороже. Что же до нагрева троттлинга, то и тот, и тот присутствует. Нагрев не критичный, а в принципе и троттлинг, но они всё же были. Думаю, при особом желании, после покупки навесного кулера за плюс-минус 30 баксов, вы сможете в лёгкую догнать результаты Nubia Red Magic 6s Pro. Тем более, отставание, повторюсь, не такое уж и большое. Ну и сразу же говорю, что никакой записи экрана не ведётся. Программа вывода FPS платная и поминутная, поэтому на дисплее высвечивается отчёт вывода FPS на экран не больше и не меньше. Затраты ресурсов системы составляют около 1%, и они несущественны. Ну а в комментариях под этим видео не забудьте оставить свои предложения, с какими именно смартфонами вы бы хотели ввести сравнение в ближайшем будущем. Ну и ребята, большущая к вам просьба. Если вы хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, перейдите по ссылочке на приложение GameBench. Это действительно очень важно. На этом, думаю, всё. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok